дисклеймер все что сказано в этом видео является исключительно моим мнением мое мнение может не совсем совпадать с вашим приятного вам просмотра сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между чангуком и тэхеном 10 место это так громко вопрос кто самый романтичный участник участники показывают на чангук и тэхена чангук и тэхен показывают друг на друга вопрос любимый жанр кино ответы чангука и тэхена романтика тэхен написал во время гастролей в отеле у нас много времени когда мы проводим время наедине я смотрел фильм парень из будущего и был момент сцена где главный герой делает предложение своей возлюбленной ночью пока она спит вот тогда я много думал обо всех этих словах этот фильм действительно особенный она спит а он стоит на одном колене и делает ей предложение эта сцена очень повлияло на меня чангук был рядом со мной вопрос книга перед сном исцеляющий эссе или трогательный роман ответы чангука и тэхена трогательный роман они бронируют романтические рестораны и места чангук и тэхен сказали я выбрал роман который прячу от посторонних глаз девятое место они не знают что такое личное пространство когда они не могут даже и на миллиметр сдвинуться а все дело в том что нам всем хочется быть ближе к своему партнеру это естественное желание чангук прижался к тэхену и пока он смотрел в телефон тэхен поглаживал ему руку восьмое место совпадение или нет ровно год назад и тэхен снова в красном кардигане на саунчике совпадение не думаю утра утра Это было год назад. Обожаю этот момент и как Тэхён засмущался, когда Чангук спел. Просто улыбнись мне, ничего не говори. Этот день был особенным. Они кричали о своей любви. Седьмое место, когда Чангук становится безопасным местом для Тэхёна. Шестое место. Забота. Чимин спросил, почему Тэхён не может тренироваться. И прежде чем Тэхён успел ответить, Чангук сказал, что это потому, что его нога до сих пор не оправилась от травмы после мягкого прикосновения к ноге Тэхёна. Вот какой он внимательный и заботливый. Тэхён действительно выбрал самый хороший кексик и сразу отдал его Чангуку, не задумываясь. А Чангук с самого начала смотрел на руки Тэхёна, он знал, что получит первым от своего бойфренда. Чангук может боксировать с Тэхёном только на его мягкой попе. Пятое место. Это поза влюблённого человека. Тэхён нам намекнул. Он всегда так кладёт руку и смотрит на Чангука, не отрываясь. Чангук Чангук Четвёртое место. То, как Чангук и Тэхён держатся за ручки. Это так красиво! Играет мелочи Третье место. У Ченгука поведение бойфренда по отношению к Тихену. Ченгук, как правило, очень добрый человек, но когда дело доходит до Тихена, он становится настоящим джентльменом. Всегда держит его так мягко и тихо, как будто что-то драгоценное, говоря с ним более глубоким и мягким голосом. Его руки бережно касались Тихена, когда он был болен и шел по аэропорту или когда он чуть не упал в воду. Ченгук словил его, когда он падал на роликовых коньках. Ченгук купил ему куртку только потому, что Тихен попросил его. Он беспокоился о Тихене, когда тот держал нож и сказал ему быть осторожным. Ченгук всегда предупреждает его, если пища для него слишком острая и готовит ему не острые кимчи и жареный рис, потому что Тихен не может есть пряности. Спрашивает, когда он вернется домой, когда тот припозднился. Забирает обратно пакетик чипсов для него только потому, что Тихен их хотел. Несет его на руках в машину, только потому что Те устал после полета. Замечает, когда Тихен расстроен и просит участников изменить правила игры. Ченгук позволяет ему выигрывать в играх только потому, что он слишком мягок к нему. Говорит ему смотреть только на него, потому что тот боится высоты, направляет его, когда Тихен практикует свои высокие ноты. Ченгук слушает каждое его слово и отвечает на каждый вопрос. Заступается за него и хвалит в интервью. Посещают дерматолога и гадалку вместе с ним, заказывает шикарный ресторан за месяц только, чтобы поесть его с ним. Он прижимает к себе Тихена на глазах у всех, когда они плачут на мама 2018 года. Разве он не самый нежный из всех, когда дело доходит до Тихена? Второе место. Это так интимно. Рука Ченгука в непосредственном близости от опасной зоны. Ченгук трогает за бедро Тихена. Давайте сделаем вид, что это случайно. Только посмотрите, как Тихен тут закружился, а Ченгук сразу положил на его плечо руку, и они смотрели на друг друга так влюбленно. Ченгук всегда так непроизвольно кладет руку на бедра Тихена. Ему должно быть так комфортно с ним, чтобы сделать это. Ченгук трогает Хасока, чтобы приобнять двумя руками Тихена. Первое место. Это было признание в любви. Ченгук попытался поймать руку Тихена, но Тихен был так быстро и рванул. А потом Ченгук указал на Тихена и спел «Врываюсь в твое сердце» вот так, и Тихен тоже указал на него в этот момент. Обожаю, когда они незаметно любят потрогать друг друга за ручки. Ченгук потянулся к руке Тихена, когда он начал его обнимать, и тот тоже прикоснулся к нему своей рукой. Это так мило. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.